Голос России представляет И как всегда у нас в студии интересный собеседник Сегодняшнего собеседника я представляю с особым удовольствием Это Сергей Вадимович Степашин Человек удивительно разнообразный с точки зрения судьбы И в числе многих должностей, которые вам приходилось занимать Я с удовольствием назову только одну председатель правительства Российской Федерации Потому что имел честь быть вашим помощником Хорошим, кстати В тогдашнем правительстве, спасибо Ну и человек удивительно разнообразный с точки зрения своих интересов Круга обязанностей, уверен обязанностей не только по долгу службы Но и по велению души и сердца И именно в этом качестве сегодня Сергей Вадимович с нами Поскольку он не только председатель счетной палаты Но и руководитель императорского палестинского православного общества Вы меня сейчас поправите И руководитель Российского книжного союза А в студии мы собрались по той простой причине Что в минувший вторник в палестинском городе Вифлееме В присутствии с непосредственным участием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Состоялось без преувеличения историческое событие Открытие российского центра науки и культуры В Палестине И это было первым таким центром на палестинских землях С 1917 года, если я не ошибаюсь Но это и первое представительство Россотрудничества Собственный центр Россотрудничества Который открылся за рубежом С момента распада Советского Союза И для нашего агентства, разумеется Это событие тоже огромные важности Сергей Вадимович тоже был на этом мероприятии На этой церемонии И самое главное Имел непосредственное отношение К тому, что она произошла Но если позволите Первый вопрос не о Вифлееме А об обществе Понятно, почему оно православное Россия страна православная Но почему оно палестинское И почему оно императорское Ему 130 лет в этом году Было отмечено Образовалось оно, естественно, 130 лет назад С благословения императора Тогда Александр Третьего Возглавил его великий князь Сергей Александрович Тогда он был генерал-губернатором Москвы К сожалению, вы знаете Он трагически погиб в 1906 году Почему императорское? Потому что тогда Россия была империей И руководство России Тогда в лице императора и великого князя Посчитали необходимым Активно продвигать Россию На святую землю в Палестину Почему палестинское? Потому что тогда Все это было Палестиной Тогда не было Ливана Тогда не было Сирии Тогда, естественно, не было Израиля Все это называлось Земля Палестина И Россия тогда была первой Из всех других стран мира Которая активнейшим образом зашла на палестинские земли Я только назову три цифры К 1917 году Наша Российская империя Вы знаете, у нас все время Российскую империю раньше ругали Когда мы с вами учились в школе Что это тюрьма народов Эксплуататоры и так далее Так вот эти эксплуататоры тюрьма народов За несколько лет За счет сборов Только членов императорского палестинского общества Построили 100 школ Русских школ Бесплатно И бесплатно там учили палестинских детей Только в Палестине Только в Палестине Ну, в Палестине я уже сказал Географию Понятно, понятно Было построено 6 подворий Ну, это крупнейший центр Куда могли приезжать до 10 тысяч паломников И вообще В то время Не имея особо больших средств Палестину посещало до миллиона Российских граждан Русских граждан Православных естественных людей И 12 больниц Мы лечили Мы учили Мы Нашим людям давали возможность Повивать на святой земле Все это было сделано до 17-го года Ну, и судьба общества Она любопытна Это единственная структура Которая после 17-го года Не была уничтожена Естественно, слово императорское было убрано Вот Название было просто потом Палестинское общество Оно было при Российской Академии Наук Православное тоже было убрано Да, просто Палестинское общество Палестинское общество Ну, естественно, православное было убрано Вы знаете, особенно Никита Сергеевич Православие относилось своеобразно Это был антихрист главный в нашей стране Который потом разбазарил все То, что было построено нашей страной К сожалению, мы сейчас с трудом это возвращаем И Оно существовало в рамках Академии Наук И в 92-м году Президиум Верховного Совета РССР, членом которого тогда являлся я, проголосовало возвращение ему его исторического названия. Императорское, палестинское, православное общество. С 1992 года мы вернули название. 20 лет назад, я когда голосовал за это, мне в голову не было прийти, что я когда-нибудь его возглавливаю. Это случилось 5 лет назад. Вот почему оно так и называется, собственно говоря. И только что 130 лет. Про 130 лет мы отметили, достаточно активно мы это сделали, проведя огромную выставку в Манеже. Затем провели наше собрание, участвовал Патриарх, министр иностранных дел. Поздравления нам прислал президент и премьер-министр. И вот таким знаменательным шагом в юбилее этого общества было, конечно, открытие центра Вифельеми. Я все-таки перейду к этому вопросу, потому что, когда я возглавил это общество, у меня была встреча с Абазом, руководителем палестинской автономии, и он выделил три участка земли императорскому палестинскому обществу. Ну, собственно, я эту землю получил. Одна в Орехоне, где у нас сегодня парковый комплекс, где дерево Закье, единственный живой святитель Иисуса Христа. В Вифельеме, где мы построили культурный центр, теперь он стал культурным центром России. И третий участок для строительства русской школы, там, рядом же, в Вифельеме. Таким образом, кроме тех исторических объектов, которые потеряла Россия, это и Сергиево, и Александровское подворье, то, что мы уже возвращаем сегодня, мы еще и приобретаем. Слава Богу! — Я могу рассказать радиослушателям, что наш центр в Вифельеме — это отдельно стоящее в историческом центре Вифельема здание. Более трех тысяч метров — это двухэтажное здание с большими помещениями для выставок, с концертным залом, с классом для занятий хореографии, с классом для занятий музыкой, естественно, с тремя классами для занятий русским языком. Все то, что должно быть в Российском культурном и научном центре. — Еще русский магазин с русской едой. — Да, русский магазин и кафе с русской кухней. — С русской кухней, да. — Совершенно верно. — Так вот, на мой взгляд, именно в Вифельеме, в Палестине, такой центр будет особо востребован, потому что там проживает порядка трех тысяч, если я не ошибаюсь, граждан России, но несколько десятков тысяч говорят о ста тысячах соотечественников, и плюс к этому порядка 15 тысяч выпускников советских и российских. — Те, кто говорят на русском языке. — Да, те, кто говорят на русском языке, и таким образом в этот центр совершенно точно будут приходить не десятки, а сотни, а может быть и тысячи людей ежедневно. Но, на мой взгляд, не менее важно то, что этот центр возник, и, по-моему, это первый опыт такого рода, как уникальная модель государственно-общественно-частного партнерства. О таком партнерстве часто говорят в последнее время, но не всегда получается довести соответствующие проекты до конкретного результата, а здесь это получилось. И общественная составляющая заключалась в активности. Императорского палестинского православного общества у вас лично, Сергей Вадимович, спасибо. Я так понимаю, что вы этот проект придумали, когда возник земельный участок, и возник вопрос о том, что на этом земельном участке должно появиться. Ну, а дальше, естественно, возник классический вопрос, а где деньги? Денег в нашем бюджете, к сожалению, не всегда хватает на такого рода проекты. А жаль. А жаль. И я надеюсь, что мы эту ситуацию сможем исправить, потому что, по моему глубокому убеждению, если мы не будем вкладываться в эту работу сейчас, мы через 10, 20 или 30 лет будем рвать волосы на голове и говорить, что наши соперники нас в очередной раз объезжают. Насчет бюджетного я все-таки так дополню. У нас первый культурный центр, будет первая школа. Сегодня в Палестине, именно в Палестине, 12 школ США, 6 Японии, 4 Германии, 3 китайских, и пока будет только первая русская. Они, эти школы, построены за счет бюджета. Наши американские заклятые друзья прекрасно понимают, каким образом можно себе завоевывать друзей, не только оружием. И не столько оружием, если говорить о современном этапе. Вы опытный дипломат, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Разумеется. И вот центр в Вифлееме, о котором мы сегодня говорим, он был построен за счет спонсорских средств, за счет частной компании. Руснефть. Руснефть, да, спасибо ей большое, которая вложила эти средства из собственного бюджета, но, что называется, на государственные, общественные нужды. И еще раз повторю, это произошло впервые. И сами строили, сделали за год самые дешевые расценки. Владимир Ильич Дико удивился. Извините за слово Дико. Очень удивился. Потому что саму себя воровать же не будешь. Да, будем раскрывать все наши секреты. 1100 долларов потребовалось на то, чтобы... За рубежом страны. Да, под ключ сделать с отделкой этот центр. За рубежом страны. Цифры, на мой взгляд, не видны. Так вот, появился спонсор, который в течение года этот центр построил. Ну и, наконец, государство, сначала в лице Россотрудничества, которое приняло на себя функции по дооборудованию этого центра, соответствующими приборами, инструментами, оборудованием. Ну и в конечном итоге, или точнее, не в конечном итоге, а в первую очередь президент Российской Федерации, который принял участие в открытии этого центра, зафиксировали то, что оно представляет не общественную организацию, не частный бизнес, не федеральное агентство, оно представляет государство российское. На мой взгляд, это принципиально важно. Я вам могу еще рассказать, вы, по-моему, тоже были на этом разговоре, когда за день до Палестины наш президент был в Израиле, там, на беседах с израильскими руководителями, вопрос о том, что Россия открывает свое культурное представительство Палестине, тоже звучал. То есть, это событие было явно совершенно не только внутри палестинским, оно так или иначе получало геополитическое звучание. Кстати, вы знаете, израильтянник, это относится очень хорошо. Я не раз эту тему обсуждал с Натаниаху, когда мы решали проблему Сергиева подворья, я всегда ставил пример палестинцев. Они дают безвозмездно, вы торгуетесь по поводу Сергиева подворья. Это в центре Иерусалима. Вот на что премьер-министр Израиля говорил, это здорово, гуманитарное присутствие, это то, что нужно. Подчеркиваю, что, вот, может быть, другая помощь не очень обязательна, но вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. Сергей Владимирович, я с удовольствием могу констатировать, что и в части, касавшейся оборудования нашего центра, вы принимали непосредственное участие, но уже в качестве руководителя Российского книжного союза. В библиотеку привезли, хорошую. В нашем центре Вифлееме, как и в других центрах, разумеется, есть библиотеки русской классики и современной литературы, прозы, поэзии. И библиотека в нашем центре Вифлееме рассчитана примерно на 3,5 тысячи томов. Вот 2,5 тысячи, то есть, значительно более половины, уже физически находятся на месте и ждут своих благодарных читателей. Красивая библиотека. Конечно. Красивая библиотека. Библиотека очень красивая. И здесь принимали участие и Книжный союз, и Библиотека Ельцина. Рост сотрудничества, Центр русского зарубежья имени Солженицына дал определенную часть томов. Для Российского книжного союза, вот эта деятельность, направление книг за рубеж, насколько она типична, насколько она устоявшаяся, насколько последовательно вы этим занимаетесь? Это одна из наших программ. Вифлеем, естественно, то, что вы видели, значит, мы укомплектовали, по сути дела, нашими книгами в библиотеке в подобного рода центрах, или, точнее, университетах российско-киргизский, российско-таджикский, российско-армянский. Мы очень много книг поставляем в страны Балтии для того, чтобы они могли быть доступны тем, кто владеет, и хочет владеть русским языком. И сегодня мы рассматриваем, конечно, вопрос с тем, что он, конечно, дорогостоящий, о том, что вы ходите в дальние зарубежья с поставкой наших книг. В Венгрии мы это уже сделали, делаем сейчас в Болгарии. Это одна из наших программ, причем российский книжный союз это делает безвозмездно. Одну идею, если позволю, это прямо в эфире вам изложу. Я встречался не так давно с Екатериной Юрьевной Гениевой, директором библиотеки иностранной литературы. И обнаружил, что у них, у них есть собственное издательство, наработан уже огромный объем так называемых билингвальных изданий, когда берется Пушкин или Чехов или Толстой, и половина книги на русском, а половина на другом языке. По-моему, очень интересный опыт для того, чтобы его распространять за рубеж, может быть, в том числе и с помощью Российского книжного союза, потому что если такая книга попадает в нашу библиотеку за рубежом, то она находит уже не одного, а трех читателей. В моем понимании, во всяком случае, это те, кто интересуются русской, российской литературой, это раз, это те, кто не знают русского языка, но все равно хотели бы прочитать Пушкина или Достоевского, это два, и это те, кто просто учат язык, и для кого два текста, лежащие рядом, это дополнительный учебник. Это учебник. Я могу вам рассказать, что уже по возвращении из Вифлеема и, соответственно, из Тель-Авива я с ней связался и спросил, есть ли такой же наработанный объем уже изданной литературы, какой он есть на английском, немецком, либо испанском, на языках тех стран, где мы были с вами, на иврите, на арабском языке. Оказалось, что пока нет, но Екатерина Юрьевна очень быстро среагировала, сказала, что мы вот даем уже соответствующее поручение в ближайшее время, начнем эту работу и... Хорошо, давайте я свяжусь с ней, мы наладим с ней взаимодействие, и вопрос распространения, я думаю, абсолютно решаем. Хорошая идея. По-моему, по-моему, этим нужно заниматься. Хотя на иврите не обязательно, в Израиле там русские знают все, по-моему. Ну, пока не все, но надо к этому стремиться, на мой взгляд. А вот Российский Книжный Союз, вы говорите об изданиях, которые вы распространяете, это бюджетное финансирование, вы за бюджетные деньги это делаете? Что это такое? Это деньги за счет издательств РКС, крупных издательств, это частные пожертвования, по сути дела. То есть они отдают какую-то часть тиража в ваше распоряжение, и вы работаете... Да, крупнейшие российские издательства, они просто бесплатно за счет своего бюджета передают деньги, и мы их направляем туда. Ну, естественно, не только за рубеж, видимо, в первую очередь вы работаете все-таки в России, с российскими библиотеками. С библиотеками школ, вот, поставляем в колонии, в том числе в детские колонии. Это очень широкая география, практически она охвачена всеми регионами. Это делается бесплатно. Мы, Российский Книжный Союз, из бюджета ничего не берет. Мы бюджет только даем ежегодно до трех миллиардов рублей. Я имею в виду поступление в бюджет на всякий случай. Хотя это тоже хорошая тема. Еще раз, кто дает? Российский Книжный Союз? В целом, те, кто входит в РКС, книжные издательства, они дают в российский бюджет 3 миллиарда дохода. Хотя, на самом деле, я считаю, что книга не должна быть в основном источником дохода, как это сделано во всех странах мира. Большинстве стран мира даже НДС не платят. Вы знаете, в Швеции, в Норвегии, в Штатах. Потому что книга — это идеологический продукт. А мы все в рынке. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Ну, а что ж, идеология есть идеология. Это и культура, это и воспитание, это и язык. И поэтому на книге зарабатывать — грех. Мы слишком утрированно понимаем рынок в нашей стране. Как футбольный, так и книжный. А футболя не будем сегодня. Я знаю, что вы болельщик страстный. Сергей Владимирович, вот говоря о книгах, в последнее время есть ощущение, что интерес к книгам падает. Есть интернет-ресурсы, есть огромное количество так называемых девайсов или гаджетов, то, что позволяет вынуть из кармана электронный экранчик и с него считать необходимую информацию. Вот с вашей точки зрения интерес к книжному жанру, он действительно падает. Вы знаете, я бы не стал делать из этого какую-то серьезную трагедию, потому что по количеству изданий мы в пятерке, в пятерке ведущих стран мира. Это по абсолютным тиражам. По абсолютным тиражам, да. Советский Союз был на первом, по-моему, месте. Ну, ты... Могу ошибаться. Вы помните эти книги? Да. Там была идеология в плохом смысле. Там эти книги никто не читал, 90% из них. Переиздание Бориса Николаевича Пономарёва. А те, что... Вот, а те, что читали, так по макулатуре. Или отправляли за рубеж, и уже оттуда можно было это спешить, по макулатированному человеку вывести обратно в нашу страну. Поэтому я бы не стал латерировать только Советский Союз. Да, мы читали много, но не все, что хотели, мы могли читать. Значит, поэтому... Да, конечно, сегодня есть проблема с тем, что достаточно большое количество наших граждан, это порядка 30%, от 30% до 40% не читают книг вообще. Это плохо. Увы, это мировая тенденция. Вот. Проблема вторая, очень большая. Это детское чтение, что называется. Во-первых, детская книга, как таковая, её практически нет. Да и хорошая. Есть заменители, которые... Ну, есть заменители, да. И, конечно, не сравнишь с Чековским, с тем же Михалковым, с дядей Стёпой, с Виталием Бианки, то, на чём мы выросли с вами, и наше поколение в том числе. Кстати, эти книжки сегодня тоже читают с удовольствием. И слава Богу. А в-третьих, вот если брать тему детского чтения, вот тот опрос, который мы проводили два года назад, только 10% детей свою первую книжку узнают от бабушек, дедушек, от мамы с папой. При Советском Союзе это было за 80%. Вот это беда. А остальные 90% откуда? Детский сад, школа, детский сад, что-то ещё. Но из интерната в три годика рановато ещё. Вот это беда, потому что, на самом деле, можно всё что угодно сделать. Тиражи увеличивать, сделать дешевле книгу, сделать хороший книжный магазин. Они, кстати, оценили намного лучше, чем было при Советском Союзе, особенно в Москве и Ленинграде. Вот, но если в семье мама с папой не читают, а говорят на непонятном языке, если они не общаются с ребёнком, это беда. Вот первое, что мы должны сделать, это так называемое семейное чтение. Как это было в Царской, в Советской России, как это сделать сейчас во всех странах мира и Европы. Это главная проблема, на самом деле. А что касается электронной книги и всего остального, вы знаете, вот мы тоже побаивались, проводя анализы, вот сейчас электронная книга всё заберёт. Чего подобного? 78% сегодня всех книг читают настоящие книги. На бумаге. Да, и эта тенденция держится, потому что, ну, давайте так, вы тоже же книги читаете. У меня есть электронная книга, я её читаю в самолёте. Дома, упаси Господь, книга живая. Её ничем не заменишь. Тем более сегодня великолепные красивые издательства. Круглосуточно работающие магазины. Беда другая, ещё раз, если говорить уж о книжном деле. То, что у нас география распространения, чтения сокращена двумя-тремя регионами. Москва, Питер, Краснодар в какой-то степени, Владивосток, Новосибирск и всё. Абсолютное большинство сельских районов охвачено старыми, задрепанными библиотеками, где старые книжечки, где библиотекарь получает 4 тысячи рублей в месяц. Жить на эти деньги нельзя. Вот это беда. Я хочу привести пример Чуваши, где Николай Васильевич Фёдоров был в своё время президентом. А я был в своё время депутатом. Откуда сэр вы были депутатом. Ведь смотрите, помните, что сделал Николай? У него газ и дорога до каждого села были обвинены. И в каждой сельской библиотеке была электронная книга. И такая вот. Доступ в интернет. Это чудо. Это чудо. Вот что нужно делать, на самом деле. Это не так дорого. Нет, это не так дорого. Сергей Вадимович, раз уж мы... Иначе будут, опять же, если про футбол, иначе мы будем видеть наших фанатов озверевших. То, что я увидел в Польше, у меня просто резануло. Которые вряд ли читали много книг. Я думаю, что они вообще ничего не читали. Сергей Вадимович, вот поскольку я как бы за СНГ немножечко отвечаю, скажите, пожалуйста, ваш книжный союз имеет какие-то международные контакты на так называемом постсоветском пространстве? Не люблю этот термин. Да, практически. Есть ли такие организации в других странах? Есть. Бывший в СССР? Есть. В большинстве странах. В Украине, в Казахстане. Есть, мы с ними сотрудничаем и работаем вместе. Примерно такого же жанра? Примерно такого же жанра, да. Они по-разному называются. Но они ориентированы на издание книг на национальных языках, всё-таки больше или больше? В большей степени в себя, конечно. Конечно, у себя, поэтому хороший вопрос. Русская книга всё-таки это за вами? Это за Россией. За Россией? Это за Россией. Это за Россией. Это дешёвый продукт. Это лучше, чем танк. Центр Вифлееме лучше, чем сотни БТРов. Поверьте мне. Я это знаю. Я это знаю. Я тоже, тем более, военный человек. Сергей Владимирович, возвращаясь к Вифлеему. Известно, что, я уже называл эту цифру, большое количество людей из таких стран, как Палестина, в своё время прошли обучение. Они сейчас учатся у нас. Сейчас меньше. Значит, порядка 500 человек, если я не ошибаюсь, в общей сложности. Маловато. Это маловато. Мягко говоря. И, на мой взгляд, ещё одним мегапроектом для России, для того, чтобы укреплять своё гуманитарное присутствие в мире, должно быть привлечение в наши вузы студентов из-за рубежа и из стран развивающихся, где не очень хорошо поставлена национальная система образования. Но я думаю, и из других стран, вот не все это знают, президент Обама, помимо того, что он с удовольствием принимает на учёбу китайцев в американский университет, но он, я имею в виду, как президент, он сделал свою программу, которая предусматривает направление порядка 100 тысяч американских студентов на учёбу в Китай. Как носители культуры. Да, для того, чтобы потом между США и Китаем, как двумя основными геополитическими соперниками, очевидно, в будущем, были бы не только танки и противоракетная оборона. 100 тысяч — это агенты влияния, если брать чекистский термин, это агенты влияния, которые приезжают... Но опять же, в хорошем смысле слова. Конечно, в хорошем. Конечно, в хорошем. Конечно, в хорошем. Пожитивно. А мы экономим. И мы на этом тоже, к сожалению, экономим. А мы экономим. Потому что вот эти люди, которые прошли наши вузы, Это уже вопрос МИДу, это вопрос правительству, это вопрос вашему агентству. Это вопрос правительству, это к Министерству образования, к Министерству культуры. Должна быть идеология, опять же, возвращаясь к старому советскому слову, и понятие то, что мы хотим. Ведь смотрите, что получилось на самом деле. Вот я вспоминаю наши переговоры, где вы участвовали и в Палестине, в Израиле. Я сейчас отвлекаюсь несколько от Книжного союза и нашего общества. Ведь обсуждали тему Сирии, что Египта, Иран и так далее. Ведь смотрите, в Сирии, ну, понятно, чем там закончится, скорее всего. Какие будут позиции в России после этого, я не знаю, и будут ли вообще. В Ливии их уже нет, в Ираке их уже почти нет, в Афганистане их уже почти нет. Что будет с Египтом, я не знаю. Вот, вот, ведь это вопрос геополитики. Это вопрос статуса России, которая себя считает еще сегодня великой державой. Согласен? Не до конца. Да, я не думаю, что мы окончательно утратили свою позицию. Я не говорю, что утратили, я говорю об опасности. Опасности, безусловно, существуют. Это, что называется, по лезвию бритвы. Ход, но надеюсь, что ни в Сирии, ни в Ливии, ни в Ираке нас никто не обвиняет в том, что мы поддерживали определенный режим. Мы пытались поддержать систему международного права. Нет, просто нашу площадку заняли другие. Нашу площадку заняли другие. Нашу площадку заняли другие. Но еще раз повторю, наверное, не потому, что мы делаем какие-то крупные ошибки в наших внешнеполитических подходах, а потому, что мы менее разворотливы, чем наши основные конкуренты и в экономической сфере, и в политической сфере, и в гуманитарной сфере. Я поспорю, на каком языке сегодня говорят в Ираке, в Сирии, в Ливии, кроме отечественных, на английском? На английском, да. 50 лет назад на русском, особенно в Ираке, и в Египте, при товарища на сфере. Так? Согласен. Так. Согласен. Здесь, как говорит, скрыть нечем. 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 Ну что, Сергей Вадимович, спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, подходит к концу. У нас сегодня в студии был Сергей Вадимович Степашин, председатель счетной палаты. Председатель, президент, руководитель Императорского Палестинского Православного Общества и Российского Книжного Союза. И с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества и спецпредставитель президента по связям с государственными участниками СНГ. Спасибо вам, Сергей Вадимович. Спасибо. Спасибо всем нашим слушателям. Слушайте нас дальше. Спорьте с нами. Смотрите нас. Слушайте нас. Но самое главное, будьте с нами. И приезжайте на Святую Землю. И приезжайте на Святую Землю. И не только в Израиль. И не только на Палестину, но и в Россию. И в Россию. Хорошо. На этом мы закончим. Спасибо большое. До свидания. Голос России представляет. Авторская программа «Разговор с Константином Косачевым». Корректор А.Кулакова «Разговор с Константином Косачевым». Корректор А.Кулакова «Разговор с Константином Косачевым» Продолжение следует...